Глава 13. Утром произошло событие, которого, не буквально, конечно, именно такого, а подобного, я давно опасался и которое нарушило мой дальнейший план, вернее, придало ему лихорадочность и торопливость, что в моем положении и при моем характере чрезвычайно опасно. Собственно, план мой также не был един. С одной стороны, я решил опять наладить связь с Ниной Моисеевной и через нее все разрешить удачной женитьбой и сытой устойчивой жизнью, которая меня измотанного и уставшего привлекала все более, особенно после утраты мной так называемой «великой идеи». Даже в глубине души я сам над собой насмехался за эту дурацкую идею, отнявшую у меня столько жизненных сил и оказавшуюся столь ничтожной и легковесной, что стоило ей лишь прикоснуться к действительной столичной необычности в компании Арского, как она рассыпалась в прах. Должен сказать, что я о том не жалел, и в эти компании, куда, я понимал, закроют мне дорогу тихая, сытая женитьба, более не стремился. Однако в плане с Ниной Моисеевной было одно противоречие, то есть на первый взгляд небольшое и нелепое, в действительности же этот план почти что полностью перечеркивающее. Может быть, многим или чуть ли не большинству это противоречие покажется глупым и смешным. Однако тут уж я в себе неволен. Есть чувства, которые не переубедишь. Именно в своих мыслях и выборе фавориток, напоминаю, женщин, которых я часто встречал и в которых тайно платонически был влюблен, я чрезвычайно развратил свой вкус красавицами, так что не представлял себе ныне, как могу влюбиться или тем более жениться на некрасивой. А я почти был уверен в том, что круг знакомств Нины Моисеевны лишен красавиц, и наоборот, они сосредоточены в обществе, примыкающем к арскому, то есть в обществе, куда с одной стороны мне вход был закрыт и в котором с другой стороны я разочаровался. Поэтому, наряду с планом наладить свою жизнь через Нину Моисеевну, существовал иной, также мной упомянутый, дать взятку через Григоренко и получить право на устойчивое койко-место в общежитии. Правда, в плане с Григоренко было немало вопросов и белых пятен, главное же, отсутствовала перспектива и цель из-за утраченной идеи. Но интуитивно я полагался здесь на жизнь, которая, помимо моей воли, движением своим подтвердит правильность моих действий, суть которых пока скрыта от меня самого. Все это я продумал то ли во сне, то ли в полусне, перед пробуждением не пойму. Во всяком случае, открыв глаза, я уже знал твердо, что Нина Моисеевна и Женитьба пока оставляются про запас, а на передний план выдвигается предложение Григоренко. Однако, открыв глаза, я тут же их зажмурил в страхе. Испуг был так неожидан и силен, что я, кажется, даже застучал зубами. У койки своей я увидел окровавленное лицо ребенка лет четырех, который пускал из ротика кровавые пузырьки и протягивал ко мне окровавленные ручки. Перед тем, как застучать в страхе зубами, я, наверное, с просони, не владея собой, не по-мужски как-то крикнул. Крика не помню, но какой-то визгливый женский звук замирал еще в моих ушах, когда ребенок заплакал. Никаких действий я не производил. Помню твердо, и это важно как аргумент против клеветнических обвинений, значит, ребенка мог испугать только мой крик. Меня же наоборот, испуг и плач ребенка несколько успокоили. Я поднялся на локте, огляделся и понял, в чем дело. Я упоминал, кажется, ранее, что среди уборщиц была Надя, мать-одиночка. Большинство женщин, прямо или косвенно связанных с нашим общежитием, по странному совпадению были Наде. Надя уборщица, Надя солдатка и еще одна Надя, жена Данила монтажника. Так вот, Надя уборщица, не любившая, кстати, меня, часто брала с собой своего мальчика. И во время уборки сажала его в комнату, на какую-нибудь койку или на стул. Должен сказать, что Надя не взлюбила меня за то, очевидно, что я сразу почувствовал неприязнь к ее мальчику. Я, разумеется, никогда открыто неприязни не проявлял, но она, как мать, интуитивно все понимала. Мне кажется, что если самое прекрасное среди живущего надо искать среди маленьких детей, то и самое отвратительное можно найти также среди маленьких детей. Есть дети, зарожденные от неприятных, истощенных, больных, либо алкоголиков, либо вообще зарожденные бездумно, в попыхах, по животному. И пока они живут неосознанно, в облике их невольно проявляются какие-то алчные и цепкие движения зверенышей, поскольку уродцы эти на первых порах развиваются кое в чем быстрее нормальных детей. В то же время трогательные черты детской слабости у них выглядят жалко, как неразвитые рудименты, и потому вызывают брезгливость. Позднее такие люди, к сожалению, в силу трудной и многосложной жизни, не представляющей особой редкости, позднее такие люди, вырастая, прячут по мере возможности первоначальные свои пороки, в которых повинны не они, либо под ординарностью, либо наоборот, если врожденные пороки особенно сильны и неравномерны под осознанием собственного превосходства и активной общественной деятельности. Но и в том и в другом случае они утрачивают первоначальные свои античеловеческие черты и своим человеческим обликом, человеческой злобой и человеческими страданиями, а также многомиллионным количеством своим все более заводят в тупик цивилизацию, для которой в соответствии с возобладавшими в последние два века материальными представлениями человеком является любое существо, опирающееся на две ноги, а следовательно подлежащее защите гуманных моральных норм. Итак, вернемся к моменту, когда, проснувшись с определенным планом и решением, я вдруг увидел перед собой окровавленного ребенка и, пережив испуг, узнал в нем четырехлетнего сына уборщицы Нади. В мальчике этом не было ничего по-детски свежего. Пахло от него дурно, глаза у него были мутные, воротник обслюнявлен, ручки грязные, с нечистыми ноготками. Он страдал постоянно какими-то кожными болезнями, и поэтому Надя не отдавала его в ясли, а брала с собой. Вообще, существо это было крайне неприятное и несчастное, для которого при наличии ума спасение в затворничестве, но по молодости лет оно этого не знало и потому активно тянулось к людям, ожидая от них не столько ласки, сколько еды. Кажется, в некоторых комнатах мальчика любили и угощали. У нас, например, пожилой жилец Кулинич, когда бывал дома, играл с ним. Игра заключалась в том, что мальчик пытался сосать палец Кулинича с черным ногтем и трещинами, разъеденными строительным раствором. Мне это было противно. А Кулинич смеялся и, дав вдоволь пососать палец, угощал мальчика косточкой из борща или хлебной коркой. Несмотря на свое стесненное материальное положение, я тоже угощал мальчика. То куском булки, то мармеладиной. Карамель не давал, боясь, что он подавится. Но к себе я Надиного сына все же не допускал и не мог скрыть брезгливости, отчего Надина материнское тщеславие этим возмущалось. Бытового тщеславия у Нади по бедности не было. И мне кажется, она специально брала мальчика с собой, чтобы его жильцы кормили. В этом-то я ее понимал. Зарабатывала Надя мало. И Саламов говорил, что когда постройки выдают получку и аванс, Надя спит с жильцами за деньги по комнатам. Якобы даже Софья Ивановна разок ее на этом застукала и чуть не выгнала. Пожалела. Да и Татьяна, которая меня ненавидела, Надя покровительствовала. Может быть, еще одна причина, по которой Надя не любила меня, чтобы угодить своей покровительнице. Что-то женственное в Наде было. При крайне непривлекательном вспухшем каком-то лице неплохая фигура, хорошие русые волосы, которые она заплетала в толстую косу и закручивала на затылке. После рассказа Саламова я тоже на нее иногда поглядывал с интересом, но тут же гасил эту мысль. Жизнь проклятая. Я пугался этих мыслей, но в то же время они вдруг возникали безудержно, по-животному. Сейчас в комнате кроме меня и мальчика никого не было, и он ревел, пуская красные пузыри изо рта и размазывая по лицу то, что я принял с просоня за кровь, и что было в действительности моим кубанским борщовым соусом. Тумбочка моя была открыта, и все пищевые запасы, на которые я рассчитывал жить не менее трех-четырех дней, были перелапаны, измяты, доведены до брезгливого состояния. В банку с борщевым соусом он влез с ручками и, пытаясь пить оттуда, напустил слюней. Куски хлеба и колбасы были обжеваны, обсосаны и брошены, сахар и карамель рассыпаны, на сливочном масле следы зубов и пальчиков, словно царапины крысиных лапок. К тому же от мальчика сегодня исходил особенно сильный запах кислятины и мочи. Ненависть, именно ненависть, и отвращение затмили мне рассудок, и желание изо всех сил ударить это ничтожненькое существо, громко плачущее, было так велико, что я оттолкнул его от себя, чтобы не ударить. Мальчик упал, по-моему, удачно, ни обо что не стукнувшись, и заплакал совсем уж громко. Я сразу же пожалел содеянным, тем более Надя, которая ходила вымачивать половую тряпку в туалете, а заодно уж и убрала туалет. Вот почему ее так давно не было, и мальчик творил, что вздумается. Надя вбежала на крик сына, подхватила его на руки и разъяренно, как самка, защищающая детеныша, набросилась на меня. Я отвечал ей так же грубо, будучи разозлен чрезвычайно и озабочен потерей продуктов. Убирая туалет, Надя намочила платье, и сквозь мокрую ткань была видна ее грудь с большими сосками, чего она совершенно не стеснялась, тряся этими грудями в негодовании почти что у моего лица, поскольку я полусидел в постели, прикрываясь идеялом и не имея возможности встать из-за нижнего белья. Это делало мое положение беспомощным и отнимало у меня уверенность в споре, где я был прав, и считал, что прав, за исключением разве что толчка этому гаденышу, ибо не сдержался и сглупил. К тому же, подобную мощную ногую женскую грудь, полувываливающуюся наружу, признаюсь, я видел впервые так близко наяву, и оттого мысли мои вообще потупились. Я терял логическую нить происходящего, и вместо негодования, которое необходимо было мне, чтобы отвечать на те оскорбления, грязные слова, которыми осыпала меня Надя, начинал испытывать тревожную истому, исходящую от постели, в которой я не раз это чувство испытывал перед сном. Но ныне оно было таким, как никогда, живое, реальное, как мое собственное тело, и дикие мысли, одна нелепее другой, овладели мной. Я сильнее натянул одеяло и сделал, как уверял себя сам, случайное движение, меняя позу, отчего Надина грудь мягко и тяжело скользнула по моей щеке. Я тут же отпрянул, надеясь, что движение это нельзя истолковать иначе, чем случайное. Однако причиной моих надежд была моя неопытность, ибо женщину насчет подобного рода действия ввести в заблуждение невозможно. Надя как-то странно замолкла, и некоторое время, доли секунды, мы смотрели друг на друга с новизной и любопытством. Но тут вновь закричал обиженный мной мальчик, и Надя вернулась к прежнему. Она обложила меня напоследок матом и ушла, хлопнув дверью. У меня возникла дикая совершенно мысль, что иной причиной возврата Наде к враждебности против меня была моя нерешительность. Едва дверь захлопнулась, как я вскочил и принялся торопливо одеваться. На душе не было ни страха, ни злобы, ни раскаяния, а какая-то муть. Я собрал все мои продукты в газету, вышел в коридор и выбросил в мусорный ящик. Кое-что оставалось нелапанным мальчиком, например, некоторая часть карамели, но мне было противно, и я выбросил все. Внизу, на первом этаже, бушевал бабий скандал. Надя громко, истерически плакала. В комнате моей она не плакала, а лишь ругалась матом. К плачу Нади подмешивался полный ненависти в мой адрес голос Татьяны и низкий мужской тембр Софьи Ивановны. Я понял, что попался, и в сложившейся чрезвычайной ситуации начал обдумывать свои дальнейшие действия. Прежде всего, я надел пальто, вложил в боковой карман все документы, сберкнижку и наличные деньги, взял шапку, запер дверь и пошел в 26-ю комнату. К счастью, и Григоренко, и Рахутин были дома и завтракали. Горка пахучей, с чесноком, домашней колбасы лежала на газете. Видно, кто-то из ребят получил из дома посылку. Стояли две бутылки пива, баночка топленого сала, груда серых домашних коржей, на которые они мазали масло. Еда вкусная, но распоряжались ею ребята по обыкновению неэкономно. Ели сразу все и с объедками. Мне бы этого хватило не менее чем на неделю. «Ты где пропадал?» спросил меня Витька. «Он в высшем обществе вращался», ответил за меня Рахутин. Рахутин любит иногда подковырнуть. «Садись, пережили это дело», сказал Витька. Я сел, намазал корж, но не маслом, а салом, что вкуснее. Удивительно, как это ребята не понимают. Сверху наложил домашней колбасы, густо, не так, как ем свое. Наложил не жалея и неэкономно. Тем не менее, несмотря на то, что этим завтраком я несколько компенсировал потерянные продукты, ел я без аппетита, с тревогой прислушиваясь к шуму снизу. На лестнице послышались шаги, потом они затопали в коридоре. Я сидел, затаив дыхание, не слыша, что говорят ребята. Ходили, очевидно, комендантша и Татьяна разыскивали меня. Слышали шум, сказал я, как можно более развязно. Это из-за меня. С Надей поскандалил. Наде надо было трешку дать, сказал Витька. Еще бы удовольствие получил. А он на уборщице не разменивается, сказал Рахутин. Шаги приблизились и остановились перед нашей дверью. Я понял, что обнаружен и торопливо проживал кусок. Хоть я и ждал стука, но когда он раздался, требовательный, чужой, несущий опасность, сердце мое защемило. Пойдите, сказал Рахутин. Вошли комендантша Софья Ивановна и Татьяна. Цвибышев, сказала мне комендантша, во-первых, почему вы так ведете себя по отношению к уборщице, а во-вторых, через неделю мы вас будем выселять. Три года вы нам голову морочите своими махинациями. У нас теперь строгая инструкция, никаких поблажек. Мы из седьмого корпуса уже двух выселили, нам вербованных размещать негде. Я понимал, что унижения и просьбы в моем положении лишь ослабят мою позицию, и потому пошел на пролом. Не имеете право, крикнул я, попробуйте только пальцем прикоснуться к моей постели, как бы вам не влетело так, что и внукам своим закажете. С работы как бы вы сами не полетели. Тут я очень перехлыстнул от волнения и напортил. Можно было ответить резко, ибо иного выхода не было, но с достоинством и без личных угроз, тем более в моем бесправном положении смешных, но главное, я сам им подал мысль прибегнуть к средству, являющимся последней мерой перед выселением, то есть отобрать постель. Подобные угрозы лишить меня постели возникали уже раза два, но лишь в конце, после многомесячной борьбы, телефонных звонков и разговоров, как конечный способ давления, на который я обычно находил достойный ответ через Михайлова, понимая эту угрозу как сигнал игры ва-банк, ныне я необдуманными словами своими, сразу же, не наладив еще в этом году связей и не выяснив подлинного положения дел, переводил игру ва-банк. И действительно, Татьяна сразу же за это ухватилась. Давно надо было у подобного проходимца постель отобрать, крикнула она, глядя на меня с ненавистью. И вообще, сказала она потише и искренне, будь моя воля, я б его головой под трамвай сунула. Ну, так тоже не надо говорить, сказала ей комендантша Софья Ивановна. Зачем же вы так грубо? надо по закону. Пошла вон, сука, крикнул Татьяне обозлившийся Витька Григоренко. Софья Ивановна пришла, это другое дело, а ты топай в свою конру и не тявкой. Сам не тявкой, покраснев, крикнула Татьяна. Он вон колечку избил Надиного сыночка. В дверь с любопытством заглядывали жильцы из других комнат. Заглянул и Адам, который неожиданно поддержал Татьяну и обругал меня. Он, кажется, очень любил Колечку и хотел даже жениться на Наде, но она со смехом отвергла предложение дурачка. Эту подробность я узнал позднее от Саламова. Скандал, между тем, еще более обострил обстановку и был не в мою пользу. Витька это понял, встал и надел пальто. Пойдем отсюда, сказал он мне. Мы вышли на улицу. Вовсю дул гнилой, ненавистный для людей душевно взволнованных ветер и таял снег. Ничего, сказал Витька. Я вчера с ним опять говорил. Сделает. Он, знаешь, сколько уже народу устроил. Славка Бондарь, знаешь его, из сантехников. Он ему койко место сделал. Тот, правда, на это месячную зарплату свою положил. Да зарплата это чепуха, небрежно махнул я, поскольку уже мысленно подсчитал и выделил средства из запасных своих фондов, сильно их этим урезав почти до минимума. Дело не в деньгах, добавил я. Ну, тем лучше, сказал Витька. Справку с работы сдал. Я рассчитываю, сказал я. Подал заявление. Надоело в дерьме вкалывать. Что-либо получше хочу подобрать. «Да ты что?» Витька остановился и посмотрел на меня с испугом и растерянно, из чего я заключил, что он настоящий друг и искренне переживает. Скотина ты, безрогая, нашел время с работы уходить. Они ж на тебя зуб имеют, без справки они ж тебя сразу выбросят, дядя Петя не поможет. Тут уж настала очередь мне возмущаться и удивляться. «Какой дядя Петя?» быстро спросил я. «Какой какой?» раздраженно сказал Витька. «Истопник! Истопника не знаешь?» «Ты вот скажи, где справку возьмешь?» «Без справки дядя Петя ничего не сделает». «Да пошел ты!» крикнул я, чувствуя, что теряю почву под ногами и рассчитывая уже мысленно куда бы метнуться за помощью. И как не вертел, оставался один испытанный путь. Опять унизится перед Михайловым. Я думал, у тебя связи в управлении в ЖЭКе, а ты на Истопника рассчитываешь, сказал я. «Что ты понимаешь?» крикнул Витька. Мы с ним чуть не поругались, весьма не кстати. «Ты справку давай, остальное не твоя забота». «Да справку-то мне дадут, сказал я. В прошлый раз сколько справок принес, а они на них ноль внимания, а пока сверху не позвонили, разные ж ведомства, а наша СМУ меня общежитием не обеспечивает». «Пусть это тебя не волнует», сказал Витька. «В таком деле еще не известно, где верх, а где низ». Витька мне подмигнул. Я улыбнулся в ответ и успокоился. Витька настоящий друг. Конечно, голову свою он за меня не подставит, этому противоречит его ясный ум, незнакомый с романтизмом, однако во всем остальном на него можно твердо рассчитывать. Насчет справки я был уверен. Во-первых, я только-только подал заявление, причем по своей воле, Ирина Николаевна напечатает, а мукол подпишет. К Братславскому я и ходить не буду. Конечно, были и опасения, но опасения существуют всегда, и у каждого, тем более у меня, человек, которому немало пришлось перетерпеть от расчета на одну лишь справедливость, либо снисходительность на то, на что в делах жизненно важных рассчитывают лишь люди неопытные и несерьезные. Первый, кого я встретил, войдя в ненавистный мне двор управления, был Шлавштейн. Он, видимо, уже получил наряд и шел к трамвайной остановке, чтобы ехать на объект. Но, увидев меня, Шлавштейн вернулся. Вот он, герой Севастополя, сказал Шлавштейн Свечкову, который стоял у входа. «Полюбуйся, Володя!» «У тебя голова есть», сказал мне Свечков и постучал себя по лбу. «Ты чего заявление подал?» «Мы ходили к Братславскому, сказал Шлавштейн. И Сидерский ходил, и Коновалова, даже Юницкого обработали. Я тебя на свой объект взять хотел. Там для тебя хорошая работенка, а Братславский говорит, ничего не могу поделать. Он подал заявление и уже уволен». «Да», сказал я, «а вы хотели, чтобы Братславский мне труд книжку испортил, написал бы за развал работы». «Вот человек», сказал Свечков, глянув на Шлавштейна. «Да неужели ты не понимаешь, что у него не было никаких оснований? Даже Райков, этот бездельник, присланный сюда Райкомом, точно тут собес». «Ладно, ты тоже не шуми, Володя», сказал Шлавштейн, оглядевшись. «Нет, я о чем?» говорил Свечков. «Даже Райков говорил о нем хорошо», сказал о самосвалах, которые он переправил на объекты из конча заспы. «Я начал после этого лучше к Райкову относиться. Зав отделом кадров, Назаров против тебя ничего не имеет, Юницкого мы обработали». Коновалов притих, когда я сказал, что беру тебя на свою ответственность. Один только Мукола против. «Как Мукола?» растерянно спросил я. «Ведь Мукола он предложил мне». «Я все знаю, что он предложил тебе», перевел Свечков. «Неужели так много надо ума, чтобы понять, что Мукола согласовал это с Братславским? Мукола в управлении теперь главная сука. Это все уже давно поняли, кроме тебя. Во-первых, он пытался противостоять Братславскому, рассчитывая не на трест, а выше, в главк. Но тут-то он и обделался. «Отойдем», сказал Шлавштейн. «Мы отошли и стали за глухой стеной ремонтных мастерских. Во-вторых, у него репутация покровителя всякого рода неустойчивых и нежелательных людей, беспрописки или евреев, ну, ты меня понимаешь. И чтобы эту репутацию поломать, найти общий язык с Братславским и починить свой стул, он готов сделать то, чего сам Братславский никогда б не сделал. Я нашел другую работу, соврал я, главным образом, конечно, чтобы путем обмана и самообмана как-то придать себе вес, а также чтобы успокоить Свечкова, ибо меня трогало, как много сил и нервов тратит во имя меня этот, в сущности, чужой мне человек. Это был честный, морально честный, производственно-строительные перегибы в расчет не шли, трудолюбивый парень, однако я чувствовал, что даже таким приятелем, как с Григоренко, я с ним быть не мог. Он был весь в работе, а помимо работы вел тихую семейную жизнь, и по уровню духовности стоял, пожалуй, ниже жильца моей комнаты Берегового, где-то в районе Кулинича и Саламова. Шлавштейн был тоже честный человек, но в нем не было той самоотверженности, которую проявлял Свечков. Мне кажется, Шлавштейн менее Свечкова меня идеализировал и в глубине души мне не доверял. Тем не менее, он вместе со Свечковым ходил ходатайствовать в мою пользу. «Какую ты нашел работу?» спросил Шлавштейн. «В проектном бюро, сказал я, в тепле и зарплата хорошая». «Вот видишь, Володя», сказал Шлавштейн Свечкову, «я ведь говорил, что ему помогут, у него наверху знакомство». «Да», сказал Свечков, «конечно, в тепле лучше, особенно тебе, Гоша, с отмороженными ногами, я ведь тоже подобрал тебе закрытый объект». «Ясное дело, не бюро, но ответ разощищенный». Он говорил искренне, но помимо его воли что-то разочарованно обиженное было в его лице. «Пойдем, Володя», сказал Шлавштейн, «мы опаздываем». «Желаю удачи», сказал Свечков, и они ушли. Мне было неловко, было такое чувство, точно я поступил непорядочно и неблагодарно по отношению к людям, бескорыстно по собственной инициативе, старавшимся ради меня и ради меня рисковавшим своей репутацией. Однако тут же возникло и раздражение. Я начал уставать от всех этих бесконечных отдайтыст в мою пользу, делавших меня вечным должником чересчур большого количества лиц. Если уж нет возможности обойтись без покровителей, с раздражением думал я, то надо хоть постараться ограничить их число, прибегать к их помощи лишь по крайней нужде и выбирать их самостоятельно. Нельзя позволить, чтобы покровители сами выбирали меня, даже в делах ничтожно мелких, пользуясь тем, что я ограничен во всем. Их действия кажутся мне бескорыстными и направленными исключительно в мою пользу, но приглядевшись можно обнаружить серьезную моральную выгоду, какую они извлекают, делая мне одолжение в любой мелочи, даже в приятном словце в мой адрес, оброненном в каком-нибудь присутственном месте. Горе человеку, нуждающемуся в прокровительстве хороших людей, записал бы я в буквере и разучивал бы эту фразу по буквам с первого класса, ибо если корысть твоя от общения с этими людьми чересчур велика или чересчур постоянно, ты рискуешь начать принимать добро требовательно и обидчиво, войдя в адский замкнутый круг, уменьшив количество столь нужных тебе хороших людей своей неблагодарностью и посеяв в них разочарование в содеянном ими добре. В секретарской я поздоровился с Ириной Николаевной, которая была сегодня в очень красивой новой кофточке с красными полосами. С обновкой, сказал я Ирине Николаевне, действуя, тем не менее, вопреки своим предыдущим мыслям и в угоду делу. Ирина Николаевна кивнула мне не злобно, но и нерадушно, ее действия были абсолютно точны и соответствовали той неписанной науке, которую обязан пройти всякий технический работник учреждений, где твердый плановый порядок и необходимая практическая оперативность неизбежно тронуты с одной стороны издержками порядка бюрократии и с другой стороны издержками практической оперативности личными отношениями. Я был уже уволен, но в то же время в учреждении имелась серьезная группа лиц, которая считала это увольнение несправедливым. К тому же ходили слухи о некоем моем покровителе, сидящем достаточно высоко. Более того, поскольку непосредственная инициатива моего увольнения исходила от мукола, человека, для которого в управлении были сочтены, кроме Братславского, Ирина Николаевна одна пока знала об этом, еще неизвестно, как среагирует в нынешней обстановке сам Братславский. Конечно, его простая натура бывшего кузнеца не терпит Свибышева и не хочет от Свибышева избавиться, но в то же время за 20 лет сидения в креслах сначала в качестве выдвиженца директора бетонного завода, позднее директора автотранспортной конторы, а еще позднее начальника этого управления, Братславский не только потяжелел и растолстел, но и приобрел необходимые для своей новой номенклатурной профессии навыки производственной интриги. Что, если с помощью такой мелкой ничтожной пешки, как Свибышев, Братславский, который, в отличие от Мукола, всегда опирался на среднее звено, трест захочет наладить отношения со звеном повыше, с главком, где у Свибышева кажется покровителем? Ирина Николаевна знала, например, что Братславский, особенно после посещения его группой лиц и после совета с Юницким, с которым явно вступил в союз, чтобы съесть Мукола, мое заявление пока не подписал. Разумеется, людям, не посвященным в бездонные глубины производственно-управленческой интриги, состоящей из тысяч тончайших нервов, где весьма причудливо переплетаются подчас весьма далекие друг от друга факторы, таким людям может показаться странным, что моя нелепая личность может стать фигурой в крупной игре. Должен сразу разочаровать. Она ей не стала, но вариант такой игры существовал, и Братславский с Юницким в своей борьбе против Мукола над таким вариантом некоторое время думали, пока не отвергли. Это я узнал позднее, и отсюда оттолкнувшись, идя назад по цепочке, аналитическим методом восстановил, разумеется, с неточностями, но уверен, все же достаточно близко к оригиналу, о чем размышляла Ирина Николаевна, вежливо кивнувшая мне на мое поздравление с обновкой. Ирина Николаевна думала о форме и степени своего отношения ко мне, и я видел, что это ей непросто решить, ибо я не давал ей никакого конкретного повода, а технический секретарь обладает достаточно цепким, однако не абстрактным умом, и для эффективных действий ему необходимы конкретные причины. Я невольно, сам того не подозревая, пошел Ирине Николаевне навстречу. Напечатайте мне, пожалуйста, справку, сказал я. В общежитии надо. Она с готовностью взяла плотный фирменный бланк и начала печатать. Теперь задача ее упрощалась. Надо было решать не вообще абстрактное отношение ко мне, а конкретное действие. Пустить ли меня с этой справкой направо, к Братславскому, или налево к Муколу. Поскольку не был еще подписан приказ, печатание такой справки ей лично ничем не грозило. Она знала, что Мукола эту справку точно не подпишет. Подпишет ли Братславский было неизвестно и зависело от принятого им решения, которого она не знала. Но она точно знала, что если решение это отрицательно, Братславский будет ею недоволен, ибо она ставила его в положение совершенно ему ненужное. Он все-таки подумывал о моем покровительстве в главке и принуждала его, а не Мукола мне отказать. Поэтому она все же решила запустить меня к Муколу. Муколу. то ли потому, что Ирина Николаевна колебалась, то ли потому, что ее все же мучила некая совесть, ведь ранее она пыталась мне помочь по мере возможности, и кое-что даже сделала для меня, в общем, как бы там ни было, Ирина Николаевна решила, очевидно, испытать судьбу. Кого печатать для подписи, спросила она меня быстро и умело безразлично, Братславского или Мукола. Я помнил о предупреждении Свечкова насчет Мукола, но, во-первых, считал, что Свечков перегнул, а, во-вторых, и это главное, не хотел идти к Братславскому. За три года моей работы здесь я ни разу не общался с ним непосредственно, не то, чтобы я его боялся, а был он мне, ну, до того, как-то телесно чужой, что я не представлял себе вообще возможности говорить с ним, и, пожалуй, не нашел бы слов. Печатайте, Мукола, сказал я. Ирина Николаевна напечатала, даже движением брови, не выдав своих чувств. Она знала, что этим ставит последнюю точку в моей карьере здесь, в этом учреждении. У меня был единственный шанс сейчас, когда группа уважаемых работников выступила в мою защиту, посетив Братславского, по горячим следам попасть к Братславскому и переговорив с ним, ценой, наверное, унизительных обещаний получить подпись под справкой о работе, тем самым механически отменив приказ о моем увольнении, который был уже завизирован Мукола, но не подписан еще Братславским. Тем не менее, Ирина Николаевна послала меня к Муколу, успокоив свою совесть тем, что я сам этого просил, и тем, что ранее, когда было возможно, она делала мне добро. Мукола, сидя за столом, что-то быстро и нервно писал. Я давно не видел его таким взволнованным и понял, что ко всему еще и пришел неудачно. Он посмотрел справку и сказал, глядя на меня снизу, он сидел, а я стоял. Как я буду подписывать справку, як вы уволены? Он говорил с сильным украинским акцентом, что было признаком беспокойства, и сказал мне вы, что было признаком отчужденности. Ведь я еще даже расчета не получил, сказал я. Митрофан Тарасович, я специально назвал его по имени отчеству, чтобы перевести разговор в доверительную плоскость. Если я не сдам справку, меня выбросят из общежития, мне негде жить. Я сказал это с некоторой дрожью в голосе, но намукало это хоть и произвело впечатление, однако не то, на которое я рассчитывал. А что я вам могу сделать, сказал он как-то раздраженно по бабье. Вот так всем помогай, все требуют, кто больной, кто многодетный, кто без прописки, у кого пятый пункт еврей, только тебе никто отец, он немного забылся, будучи чрезмерно взволнован. Он встал, обошел кругом стола, захлопнул дверь на секретный замок. Тут же всюду слухают, сказал он мне уже спокойнее и доверительнее, что меня обрадовало. Я тебе вот что могу посоветовать, он сказал ты, что обрадовало еще более. Ты сходи к Евсей Евсеевичу, скажи, Мукола мне помогал сколько мог, теперь не может, устройте меня куда-нибудь в другое место, и насчет жилья, ему только снять трубку и позвонить, он же мне звонил насчет тебя, думаешь, тебя бы взяли три года назад, если бы не его звонок. Я не знал, как поступить. Мысль пойти непосредственно к неизвестному мне моему покровителю, минуя Михайлова, который действовал через этого покровителя, мне нравилось, однако для этого надо было знать его фамилию и место работы. Спросить же о том у Мукола значило поколебать свой авторитет и выдать отсутствие прямой связи у меня с этим высокопоставленным лицом, связи, в которую многие верили, тем не менее выхода не было. Как фамилия Евсей Евсеевича, спросил я. Он посмотрел удивленно. «Ты мне заднее место не морочь», грубо сказал Мукола. Пришлось пойти в откровенности еще дальше. Евсей Евсеевич знакомый моего знакомого, то есть Михайлова, не надо было называть фамилии, Михайлов старый друг моего отца, не надо было впутывать отца. Все же ценой такой откровенности мне удалось установить, что Евсей Евсеевича фамилия Соливоненко. Он ответственный работник министерства и министерство это расположено в здании Республиканского Совета Министров. «Ты торопись», сказал Мукола. «Лучше туда попасть в первой половине, если, конечно, сегодня приемный день. Зайди по дороге в бухгалтерию, получи расчет, пока деньги есть. Иначе через две недели, не раньше», крикнул он мне вслед. Хоть Мукола мне справку и не подписал, я вышел с некоторой даже благодарностью в его адрес. «Ну что?» с интересом, волнением и, кажется, с какой-то надеждой спросила меня Ирина Николаевна. «Да все нормально», ответил я, думая уже совсем о другом, о возможности одним ударом решить все на самом высшем уровне, а не копаться по низам с бумажками. «Подписал!» обрадованно и удивленно почти крикнула Ирина Николаевна. «Не в бумагах суть», ответил я. Ответил бодро, «Не знаю, почему Ирина Николаевна поняла, будто дела мои плохи» и вздохнула, как-то сникнув и начав печатать, низко пригнувшись над машинкой. Я прошел в бухгалтерию с опаской поглядывая на дверь производственного отдела, где сидел Юницкий. После бутылки вина, которую Юницкий нагло выпил за мой счет, он мне стал особенно неприятен. В бухгалтерии мне дали расписаться в ведомости. Я расписался и лишь когда кассирша начала мне отсчитывать деньги, понял, что сумма чрезвычайно мала, пожалуй, четверть той суммы, на которую я рассчитывал. «Почему так мало?» спросил я. «Тут же и зарплата, и компенсация за отпуск. Обратитесь к Андрею Борисовичу», не глядя на меня, сказала кассирша. «Андрей Борисович, вот претензии у Цвибышева. Что такое?» сказал бухгалтер, надевая очки и глядя в ведомость. «Ах, Цвибышев, ну, все правильно, подоходные, бездетность, и вот вышли с вас за сгоревший мотор. Меня обдало потом сразу всего. Конечно, страдания из-за денег признак плохого тона, но деньги эти были уже заприходованы в моем бюджете, распределены, я верил в них и в соответствии с этим строил свои жизненные планы». «Какой мотор?» хрипло спросил я. «Вам видней», раздраженно сказал Андрей Борисович. «Вот докладная и акт». Речь шла о некоем электродвигателе экскаватора, сгоревшем два месяца назад. В принципе, за техническую сторону механизмов отвечал не прораб, а механик. Однако в акте значилось, что экскаватор перегонялся своим ходом на недозволенное расстояние и в сложной местности, что и привело к перегреву и выходу из строя электродвигателя. Все это было явной липой, и под липой стояли подписи Коновалова, механика, экскаваторщика и Сидерского, парня, который, в общем, хорошо ко мне относился и вместе со Свечковым ходил к Братславскому просить для меня. «Скажите еще спасибо письмо деду, прося у него взаймы с рассрочкой на год. Дед у меня был неродной, бывают неродные отцы, отчимы, а как назвать такого деда, не знаю. Это второй муж моей покойной бабки. Тем не менее, будучи человеком состоятельным, мне он иногда помогал небольшими суммами, как он писал, на хозяйство, ожидая моей женитьбы, чтобы, опять же, как он писал, иметь от меня процент. Разумеется, он никогда не дал бы мне ни копейки, если б знал, что я вешу в воздухе и деньги мне нужны не на шифоньер или холодильник, а на хлеб. Поэтому я написал, что получил на работе квартиру и хочу приобрести мебель. Заклеив и отправив письмо, я вовсе успокоился и поехал в центр к зданию совета министров. Интересное чувство, которое я вдруг начал испытывать, направляясь в совет министров. Это было некое сладостное ощущение прикосновения к большой власти, хотя бы и в качестве просителя, но просителя высокого ранга, что поднимало мой авторитет и на вопросы трамвайных пассажиров, выхожу ли я на данной остановке, я отвечал как-то отрывисто и с достоинством. Глава четырнадцатая огромная, облицованная от фундамента на высоту трех нижних этажей глыбами причудливо обработанного гранита, а высшим рамором с медными заклепками гвоздями, здание с рядом мощных дверей из полированного дуба, меди и стекла с широкими мраморными ступенями и двумя иглообразными мачтами, на которых развивались союзные и республиканские флаги, республиканский совет министров, где сидел Евсей Евсеевич, мой незнакомый покровитель, произвело на меня какое-то тревожно восторженное впечатление. Не скрою, может, это и глупо звучит ныне, в век, именно в век, наступивший в конце пятидесятых годов, я не оговорился, в век закономерного и во многом плодотворного скептицизма к властям, в те годы я еще не утратил детской восторженности перед высокой властью, подчеркиваю, не всякой властью, а высокой, хоть и тронутой уже анекдотами и бытом, но вблизи внушавшей еще сладкий трепет. Охваченный этим трепетом я шел по ступеням в числе входящих и выходящих посетителей каким-то парадным шагом, словно мимо трибуны. Я подошел к центральной двери, но старшина велел мне с паспортом идти к третьему подъезду слева. Здесь дверь была поменьше, но стояла также охрана в лице пожилого сержанта, который, осмотрев мой паспорт, пропустил меня. Я снял пальто в раморном вестибюле у блестящей никелем вешалки, за спиной моей зеркала отличного качества увеличивали пространство и какие-то другие люди, каких нет за пределами этой оберегаемых вооруженной охраной дверей, какие-то избранники скользили в том пространстве, и я был в их числе. Я поднялся на третий этаж не лифтом, а покрытой ковровой дорожкой лестницы, и, подойдя к коридорному окну, глянул вниз на трамваи и снующих пешеходов. Какая-то странная улыбка заиграла у меня на губах, родственная по приятности моей улыбке при взгляде на ночные огоньки с прибрежной круче, но менее поэтичная, а более саркастическая, полная насмешки над тем, что внизу я испытал вдруг сладостное чувство власти, единственное, которое по силе равно любви, но значительно материальнее, чем любовь, и доступнее людям со здоровым, материальным, а не изнеженным сознанием. Конечно, все эти мои мысли человеку трезвому покажутся смешными. Левый блок Совета Министров, где располагались комнаты обычных отделов ряда министерств, был открыт для всех по предъявлению лишь паспорта. Однако, следует помнить о моем низком положении в обществе, из глубины которого даже маленький нелепый повод даже взгляд из коридорного окна, открытого для посетителей блока Республиканского Совета Министров, позволяет ощутить вкус высокой власти, подобно тому, как из глубоких колодцев видны днем высокие звезды. И в это мгновение оплеванная и осмеянная идея моя вновь шевельнулась у меня под сердцем. Однако, ныне, под новым углом и в более конкретном обличье. Именно поэтому мой разговор с Соливовенко принял неожиданный характер. Я попал в неприемный день, и в секретарской длинный ряд одинаковых стульев был пуст. Секретарша Соливовенко была женщина в расцвете лет чуть помоложе Вероники Анисимовны. Это была единственная слабость, принесенная с собой из обычного моего быта, которую я себе сейчас позволил. Подумайте, секретарше, как о женщине. В остальном же я действовал, повинуясь абсолютно новым чувствам, овладевшим мною в той момент. Впрочем, находясь будто и в полусне. Впоследствии Михайлов, извещенный о моем визите, заявил мне, что я вел себя как авантюрист. Какая это клевета и неправда. В те полчаса я был ничем, а стал вдруг всем, пройдя через восторг перед красотой власти. Власть ведь удивительно красива. Я глянул вниз сквозь зеркальные окна совета министров на уродство быта, на талый снег, на суетливых прохожих и, в силу печальных обстоятельств, не знающих тех житейских радостей, которыми этот быт полон, так в душе его оплевывал и над ним надсмеялся, что не мог уже спуститься с высоты этого душевного презрения к обычной жизни. Властолюбие мое позднее, получив более весомый и конкретный толчок, раскрылось значительно сильнее и окончательно испортило мне нервы, подобно мечтам моим о красивых женщинах, из-за которых я и на обычных женщин смотреть уже не мог. Сейчас же властолюбие, будучи частью моей натуры, но подавленной нищетой и бесправием, попав вдруг в благоприятные обстоятельства, хоть и ненадолго, обнаружила себя, причем в весьма пристойной форме личного самоуважения. Всякие средние и низшие учреждения меня угнетают и делают трусливой личностью. Здесь же я расцвел и почувствовал себя на равных с остальными обитателями этой из мрамора и гранита власти. Подобное лишний раз свидетельствует о моем естественном месте в верхах жизни. Не сложись она столь трагична и не о сироте я в раннем детстве. Я сухо поздоровался с секретаршей и попросил ее доложить Евсей Есеичу обо мне. Сегодня неприемный день, сказала мне секретарша. Я по личному делу, ответил я. Одет я был не очень хорошо, в рабочий штопанный пиджак, а не выходной вельветовый, поскольку визит мой сюда возник экспромтом. И то, что секретарша все же доложила Евсей Есеичу свидетельствовала о глубоком внутреннем самоуважении, сквозившем во мне и заставившем ее, по крайней мере, не отмахнуться от меня. Впервые в жизни вошел я в кабинет крупного должностного лица. Будь здесь поменьше разноцветных телефонов, по суше и по бедне обстановка, какой-нибудь тяжелый канцелярский стол, крытый стеклом с царапинами, с облупившейся краской, несгораемый шкаф или иной атрибут низовой власти, я бы растерялся. Но сплошная полировка, отделанные дубом стены, книжный шкаф с золочеными переплетами советской энциклопедии и то спокойствие, которое мне это внушило, лишь подтвердили во мне наличие права на высшее, несправедливо отнятое у меня судьбой. Соливовенко был человек либо еще не старый, либо хорошо сохранившийся, со свежими правильными чертами лица и темными глазами, впрочем, несколько не славянского, а восточного типа, чуть на выкате. Без малейших залысин голова еще была покрыта густыми, но совершенно белыми седыми волосами, что делало его привлекательным, особенно для мечтательных молоденьких девушек. В кресле передо мной сидела сама удача, одаренная всеми благами жизни, но я, человек обиженный, тем не менее, почувствовал к этому удачнику расположение, что свидетельствовало лишний раз о чувстве самоуважения, которое пробудилось во мне под воздействием высшей власти. первоначально Соливовенко встретил меня вежливо, приятно и нейтрально вопросительно. Я уселся в предложенное кресло и задумался на секунду другую. Я думал о том, какое счастье было бы явиться сюда не с бытовыми просьбами и в поисках заступничества, что казалось мне стыдным, а как мыслящий человек к мыслящему, как к интересному собеседнику, ему первому и единственному открыть то, что накопилось за все годы, то высокое в моей душе, которое я оберегал от соприкосновения с текущей низшей жизнью. Но выхода не было. Обстоятельства не оставляли мне иных возможностей, кроме как просить о бытовой помощи и покровительстве. Тем более, что он мне в свое время уже покровительство оказал, пусть и инкогнито. Однако уж, если все так складывается, то надо хотя бы построить свою просьбу таким образом, чтобы выказать одновременно свою личность и не повторить ошибок взаимоотношения с Михайловым. То есть, сказать, что Соливовенко вкладывает усилия не в пустое место Цвибышева. Фамилию я пока еще не назвал, а спасая для общества нечто интересное. Я, собственно, хотел начать бы издалека, сказал я. В вопросе о нравственности Чернышевского стоит на заимствованных у Гильвеция позициях, что самоотверженность есть вид разумного эгоизма. Я довольно точно продумал, как от подобного начала перейти к сути дела, но запутался и утерял нить все более и более, наслаивая неуместные мысли. Соливовенко слушал с недоумением, но и с интересом, не понимая еще, во что подобное выльется и несколько ошеломленный. Главное, чего я добился интереса и отсутствие ординарности. Так что, когда секретарша приоткрыла дверь, Соливовенко попросил ее подождать. В моих словах был, конечно, элемент самолюбования, но давали о себе знать также и долгие часы, проведенные по собственной инициативе за бессистемным, но упрямым чтением, приобщение, невзирая на бесприютный быт и сосущие голодные позывы к тому, что в принципе составляет роскошь человеческого бытия и в принципе сопутствует материальным излишествам. Надобно бывает только смотреться попристальнее, читал я уже по блокноту, который достал из бокового кармана, в поступки или чувства, представляемые бескорыстно, и мы увидим, что в основе их та же мысль о собственной личной пользе Лукреция закололась, когда ее сквернил секст Торквинский. Она поступила очень расчетливо. Конечно, я излагал не лучше из того бессистемного потока знаний, который черпал вслепую в читальном зале библиотеки, однако Соливовенко меня ни разу не перебил, слушал внимательно. Правда, когда через некоторое время секретарша вновь не смело приоткрыла дверь, он на этот раз сказал ей «Входить, входите». Я принужден был замолкнуть и ждал, пока Соливовенко прочтет принесенные секретаршей бумаги. Пауза эта, хоть и деловая, была молчаливым пренебрежением, и я понял, что Соливовенко привык ко мне и понял меня, однако, в отличие от Михайлова, сделал это не за два месяца, а за десять минут. Что-то погасло во мне, возвышенность моя исчезла, и едва секретарша ушла, я уже без труда тихим привычным голосом, назвав фамилию, вопросил о помощи и поблагодарил за помощь прошлую. Я начал рыком льва, окончил писком мыши. Пусть так, но зачем Соливовенко столь низко оклеветал меня впоследствии перед Михайловым? Я говорил ему так много глупостей, и в короткий срок изложил ему так много нелепостей, что правдивый их пересказ был достаточен, чтобы изобразить меня в смешном и недостойном, а может, и непорядочном свете. Да предоставь Соливовенко в мое расположение хоть половину глупостей, которые он получил от меня, я мог бы оправдаться перед Михайловым, не прибегая к клевете, а говоря лишь одну позорную для Соливовенко правду. Но он вел себя весьма пристойно, даже собственноручно записал свой телефон и попросил позвонить через неделю. Я ушел хоть и несколько обескураженной утратой самоуверенности, зато с надеждой, а он, как ныне выясняется, тут же позвонил Михайлову, как я мог надеяться, что он не позвонит, что поможет мне сам, и сообщил Михайлову, будто его протеже явился самостоятельно. Оказывается, был договор действовать только через Михайлова и пытался выдать себя за крупного специалиста по производству небьющегося стекла. Когда я услышал от Михайлова это, у меня просто глаза на лоб полезли, да мне и в голову прийти не могло, я и не знал о существовании подобных специалистов. Даже Михайлов, человек, у которого я доверие потерял, и тот усомнился в справедливости обвинений Соливовенко. Правда, прямо мне Михайлов своих сомнений не выказал, однако я их ощутил, а Вероника Анисимовна, Та откровенно сказала, что Соливовенко обманывает. Оказывается, Соливовенко за ней ухаживал, я узнал о том впоследствии. В общем, все выяснилось, и я был, пусть не прямо, а в душе, в этом вопросе Михайловым оправдан. Потому ныне в подобном поступке Соливовенко меня занимает главным образом психология. Скажу откровенно, положение мое было настолько постыдно, что я тоже клеветал на Соливовенко, потому что тонул, потому что находился в безвыходности. Я был слабее Соливовенко, потому и клеветал, но зачем клевещет сильный? Да, Соливовенко когда-то помог мне довольно серьезно, но ныне он мало того, что сам отступился от меня, в чем я, возможно, виноват из-за своего нелепого поведения и разговора, но хочет подбить на то же и Михайлова. Вот о чем надо думать. Как нейтрализовать звонок Соливовенко к Михайлову? Ибо если и Михайлов от меня, человека, в котором он достаточно разочаровался за три года, окончательно отвернется, мне конец. Я теряю ночлег, крышу над головой. И куда денусь? И кто мне поможет? Я сказал Михайлову, что Соливовенко с самого начала вел себя грубо, что, конечно, неправдиво, и в конце разговора предлагал денег на билет и на путевые расходы, чтобы я уехал из города и своим присутствием и поисками связей не бросал на него тень сына врага народа. Это была довольно топорная клевета от отчаяния, Михайлов, кажется, также не очень ей поверил, но я видел, как он вздрогнул и переменился в лице, принимая это за намек на себя. Время тогда было неопределенное, кое-кого и реабилитировали, но кое-кто и числился по-прежнему во врагах, а некоторых из освобожденных отказывались восстанавливать в партии. Поэтому моя лживая версия, которая пришла мне в голову неожиданно, тем не менее была воспринята Михайловым растяжимо и таким образом единственное эта выдумка помогла мне хотя бы частично удержать покровительство Михайлова. Я не мог отказаться от непристойных средств защиты, чтобы в начале марта не оказаться бездомным с двумя набитыми тряпьем тяжелыми ободранными чемоданами. И опять меня занимал вопрос, зачем Солевовенко человеку из верхов было тратить на меня свою фантазию, выдумывать нелепую клевету о моем авантюрном поведении и попытке выдать себя за специалиста по небьющемуся стеклу. Правда ведь и так давала ему возможность объяснить Михайлову причины, по которым он Солевовенко оказывать мне помощь не намерен. Впрочем, весь этот вихрь обид и загадок разразился дней через десять после посещения мной Солевовенко. А до того, можно сказать, я прожил самую спокойную и приятную неделю в этот переломный период моей жизни. И все-таки для компактности я опять нарушу хронологию и перенесу финал моих взаимоотношений с Солевовенко сюда из наступившего позднее совершенно нового периода, когда я вершил расправу над своими обидчиками, угнетателями и врагами. Я позвонил Солевовенко по телефону. «Это Цвибышев», сказал я звонким, прерывающимся от ненависти голосом. У меня тогда все время был этот звонкий голос. «Да», спокойно и выжидательно ответил Солевовенко. «Почему вы оклеветали меня?» начал было я вполне ясно и логично, но нервы не выдержали. Я все время тогда находился на грани нервного припадка, и я крикнул «Сука проклятая!» «Это прямо в министерство и человеку, который, правда, без особых для себя хлопот, одним лишь звонком устроил меня на работу, пусть плохую, отнявшую у меня немало здоровья, но давшую мне на какое-то время кусок хлеба». Учитывая вышесказанное, многие на месте Солевовенко бросили бы трубку, однако он проявил известное самообладание. «Я объясню вам», сказал Солевовенко «Завидным бархатным баритоном». «Бархатный баритон этот, безусловно, возбуждал девушек». «Я объяснил. Когда вы явились ко мне, я очень быстро понял, что передо мной нахал и авантюрист, но глупый человек. Я считал своим долгом предупредить Михаила Даниловича, человека доверчивого, о вашем подлинном лице. Но вы наговорили так много невразумительной чепухи, что я решил придать вашей расплывчатой версии хотя бы вразумительный вид». «Я выдавал себя за специалиста по стеклу», крикнул я. «Где-то около этой мысли вы вертелись», сказал Солевовенко, «но убогость мышления мешала вам сформулировать». Он издевался надо мной. «Сталинская сволочь!» крикнул я, дрожа всем телом, как в лихорадии. Меня так трясло, что, несмотря на частые гудки в трубке, я некоторое время не решался выпустить ее из рук. И я решил избить Солевовенко и внес его в свой список. Я уже слишком забегаю вперед, однако скажу, что эта нелепейшая сцена как бы из иного мира хоть чуть-чуть позволяет понять, что происходило в обществе и умах. Конец 50-х годов характерен наличием самых настоящих революционных иллюзий в определенных кругах, но без революционной ситуации. Отсюда мгновенная ломка не общественных устоев, а душ, умов и личных отношений. Известный анархизм и беспорядок на недолгое время проникли во взаимоотношения между людьми, железный авторитет, сковывающий общество в целенаправленном единстве исчез. Таким образом, мы становились свидетелями таких удивительных превращений, как мои взаимоотношения с Львовенко. Сильный, который в твердом ясном обществе мог облагодетельствовать или уничтожить, ныне вынужден был клеветать на слабого. Слабому позволено было кричать и потрясать кулаками, вернее, не то, чтобы было позволено, а допускалось. Глубокий общественный слом происходит обычно снизу, низы же оставались монолитные. Трагедия сотен тысяч людей, несправедливо пострадавших, не приобрела массового сочувствия. То, что происходило на протяжении многих лет, лишено было простого и понятного народу величия страдания за правду, за веру, за любовь, своеобразие молодой сталинской деспотии состояло в том, что рожденная из общенародной справедливой борьбы против кучки угнетателей, она была поддержана подавляющим большинством народа и тем самым лишилась массового внутреннего врага, но, тем не менее, подобно всякой деспотии, нуждалась в массовых жертвах. Своеобразие же жертв состояло в том, что в большинстве своем они были выделены обществом из собственной плоти своей, отлучены от общенародных страданий за отечество, пользующихся всеобщим уважением, и вынуждены страдать ни за что, ни про что, то есть, их страданием была придана никчемность, ненужность, которая ни в коем мере не могла привлечь симпатии народа. Много, не столько горького, сколько смешного и жалкого началось в период реабилитации. Период народу непонятный и раздражавший его, те, кто прям или косвенно пострадал, жили особой, нервной, несозвучной массам жизнью. И то, что случилось в конце пятидесятых, и как случилось, было не торжеством справедливости, а скорее последней, завершающей стадией разыгрывающейся трагедии. Впрочем, пора вернуться к хронологическому изложению событий. После прямого столкновения моего Софьей Ивановной и Татьяной между нами установилась некая выжидательная напряженность. Я наивно верил возможности столь высокопоставленного лица, как Соливовенко, и, ни о чем не подозревая, не предпринимал иных шагов. Тем более план с Григоренко рушился из-за отсутствия подписанной справки с печатью. Комендантша же и Татьяна, как я ныне понимаю, выжидали умышленно, чтобы прямыми действиями не побуждать меня к контрдействиям и по прошествии определенного времени разом предпринять самые крайние меры. Не знаю, стояла ли на подобных позициях Софья Ивановна, но Татьяна определенно. Неделя прошла быстро, как один день, поскольку прожил я всю одинаково хорошо. Утром встав, неделю подряд у меня не было бессонницы, я жарил себе на маргарине картошку, которую хранил в деревянном коробе из-под почтовой посылки, время от времени пополняя запасы этого вкуснейшего сытного и дешевого продукта. Затем я пешком шел в библиотеку, затрачивая час, а то и более на прогулку, ходить пешком я любил, шел ровным легким шагом вначале под гору по крутой булыжной улице, затем после перекрестка наоборот вверх мимо забора ботанического сада. К тому времени уж совсем потеплело, снег еще лежал, и на карнизах висели сосульки, но в солнечные дни бежали ручьи, дышалось глубоко, по-весеннему, а на встречных девушек и женщин я глядел с такой нахальной жадностью, что многие из них даже замечали это, и те, что подурнее, иногда откликались взглядом на мой взгляд, но я тут же проходил мимо, ругая себя за это. Скажу также, что библиотека меня привлекала не столько конкретным содержанием книг, которые были мне, откровенно говоря, скучны, ибо брал я Чернышевского, Платона, Гильвеция и так далее, сколько общей атмосферой торжественной по библиотечному чинной духовности, которая после мелкой моей нищей жизни в общежитии как бы приобщала к чему-то более высокому. Обложившись толстыми, уважаемыми книгами, я мог часами сидеть здесь, особенно вечером, при мягком свете настольной лампы и делая вид, что увлечен каким-нибудь открытым наугад томом, словно грезил наяву. Мысли текли легко, и, посидев так иногда несколько часов, я вставал душевно и физически отдохнувшим, словно после хороших снов. Лишь раз, будучи очень усталым, я действительно заснул и упал головой на металлическое ребристое основание настольной лампы, в кровь рассадив лоб. Две недели после этого я не показывался в библиотеке. Я не хочу сказать, что приходил в библиотеку из-за женщин, это было бы несправедливо, но присутствие красивых женщин, которых я безусловно был достоин, но которыми был обделен из-за подло сложившейся жизни, было немаловажной причиной, привлекающей меня сюда. Была, например, великолепно сложенная блондинка, которую я давно уже заметил и всякий раз, приходя в библиотеку, осматривался, присутствует ли она. Однажды мне повезло, и место мое оказалось рядом с ней. У нее был чуть великоватый рот, и надевая очки, вчитываясь, очевидно, в мелкий шрифт, она несколько меняла свой облик, но исходил от нее столь чарующий запах, и руки ее перелистывавшие страницы были полны такой белизны и благородства, что у меня кружилась голова, и я понял, что мог бы полюбить эту женщину навек, и она стала бы моей судьбой, если бы не проклятая жизнь. Была также черноволосая худенькая девушка, совсем иного плана, смешливая, так что ей часто солидные читатели и дежурные делали замечания. Лицо у нее было правильной формы, пропорциональное, но курносенькое, эротик с пухлой верхней губкой, так что ставил я ее на второе место после блондинки. Правда, ходила в библиотеку одно время крепкая, спортивного вида, коротко стриженная девушка, которая могла бы, пожалуй, занять место сразу после блондинки, но вскоре ходить перестала. Нравилась мне и типичная украинка с усиками над верхней губой лет тридцати, но, конечно же, все они не шли в сравнение с Неллей, красавицей, имя которой я узнал случайно. Нелля в самой библиотеке бывала редко, чаще всего в ее филиале, в газетном архиве, расположенном на другом конце улицы в большом церковном здании. В газетный архив я начал ходить не из-за Нелли. Меня привлекло чтение старых газет. Здесь я проводил время, читая и выписывая разнообразные понравившиеся мне факты, гораздо более делово, чем в библиотеке. Впрочем, в старом церковном здании архива было мрачновато и не было той светлой, теплой атмосферы, не знающей нужды духовности, которая господствовала в читальном зале и которая способствовала приятным успокаивающим души снам наяву. Как не увлечен я был платонической любовью к моим фавориткам читального зала, тем не менее мысли мои приобрели и иное направление, подчас, помню, тщеславное, подчас неопределенное. Случалось так же, что, начав читать для виду, я неожиданно увлекался. Но если в газетном архиве присутствовала Неля, я весь забыв о себе принадлежал только ей. Во взаимоотношениях с иными фаворитками, хоть мои чувства имели внешне бездейственный характер, я, тем не менее, внутренне часто переступал границы, перечеркивая полтонические настроения. Духовная атмосфера читального зала придавала этой страсти особый аромат, особую светскую утонченность. Это были взаимоотношения с женщинами, духовно богатыми, недоступными мне в моей жизни среди непривлекательных слоев общества. Но в Неле я не замечал ни ее фигуры, ни ее груди, ни ее губ, ни ее коленей. Лишь раз, случайно забывшись, я обратил внимание, что формы тела ее чрезвычайно женственные. Все же остальное время я видел только ее лицо безукоризненной красавицы, драгоценное ее лицо, созданное как дар даже и тем, кто лишь смотрит на нее. Это было очень белое, но не бледное, а именно ясно-белое лицо крупной брюнетки с длинными, но легкими ресницами, с густо-черными бровями, под которыми жили темно-голубые глаза. Чудо природы, конечно же, хранящее в себе добрую половину этой удивительной красоты. Рядом с красавицей, вносившей, мне кажется, одним своим видом праздник, всюду, где она появлялась, сидела всегда какая-то пожилая, рыхлая блондинка. Наверное, они вместе работали в одном учреждении и приходили сюда по одному делу. Я замечал у них газеты двадцатых, тридцатых годов, откуда они что-то переписывали на аккуратные кусочки плотной бумаги. Так вот, блондинка эта, едва я входил, начинала смеяться, поглядывая в мою сторону и шепча что-то Нелли. Я краснел, но даже на эту рыхлую блондинку злиться не смел, поскольку она была близка к Нелли, а лишь думал, как бы хорошо было, если блондинка поняла и узнала меня. Вначале, когда еще была со мной моя идея, моя мечта, моя уверенность, что мир рано или поздно завертится вокруг меня, возникали даже дикие мысли открыться блондинке и сказать, как готов я жизнью и душой своей пожертвовать ради ее прекрасной знакомой. Готов не дышать, готов посвятить все свои возможности и душевные богатства, которые вот-вот близится уже время, как обнаружатся, произведут неожиданный фурор, все готов посвятить этой красоте и ничего себе. Но робость и опасение быть неправильно понятым заставляли меня откладывать этот разговор. Блондинка продолжала смеяться и как-то, когда я листал газетный каталог, красавица подошла, также выдвинула один из ящиков каталога и сказала негромко, но голосом грудным и до того волнующим, что первые доли секунды, вслушиваясь в одну лишь музыку этого голоса, я не понимал слов. «Перестаньте смотреть на меня», сказала красавица, «как вам не стыдно, вы мешаете мне работать, вы мне отвратительны, крыса проклятая». Уверен, насчет крысы она добавила уже в сердцах, поскольку блондинка продолжала смеяться. «Я знаю, есть люди, лица которых похожи на крысиные морды, знаю несколько таких человек, не обязательно даже, чтобы нос был длинный, важно, чтобы общая конфигурация лица имела острые выдающиеся вперед черты». Подчеркивают это сходство и туго зачесанные назад волосы, не говоря уже о небольших щеточкой усиках. Я знаю, например, одного прораба промстроя, фамилия его Губин, с чрезвычайно крысиным лицом, что неоднократно отмечал про себя с улыбкой. Но у меня ничего подобного нет. Лицо у меня круглое, если уж перейти к зоологическим сравнениям, то скорее напоминает филина. Тем не менее, крыса проклятой из уст женщины, прекрасней и дороже которой не было для меня ничего, так сильно подействовало, что и руки, и ноги мои как-то сами собой ослабели и двигались, не повинуясь мне, а самостоятельно и вяло. Я с трудом, напрягая мышцы лба, чтобы не закрылись глаза, ибо тогда мог случиться и позорный обморок, сдал свою подшивку газет и, кажется, шатаясь, ушел. Случилось это в начале зимы, в декабре, и ужасно было мое состояние, до того ужасное, что не помню, что испытывал и как страдал, и была ли с моей стороны обида. К счастью, я не верю в Бога, но считаю это необъяснимым феноменом природы. К счастью, я вскоре встретил Нелю случайно, встретил одну в центре, на бульваре. Никогда до того я ее нигде на улице не встречал. Мы шли навстречу друг другу, и между нами начались какие-то взаимоотношения, которые усиливались по мере приближения друг к другу, я в этом уверен, а когда приблизились, то Неля вдруг подняла свои темно-голубые глаза и прикоснулась мягко и нежно взглядом к моему лицу и прошла. Прошел и я, не смея обернуться. То место, к которому она прикоснулась взглядом, место на левой щеке горело. Я начал опять ходить в газетный архив, всякий раз используя любую возможность, часто убегая с дальних объектов и не являясь на планерке. Рыхлая блондинка по-прежнему смеялась, однако я, не обращая внимания, смотрел на мою любовь, и она более не оскорбляла меня, может быть, почувствовав, как больно мне стало тогда, и взглядом на бульваре, словно извинившись за ту причиненную мне боль. Я знал, что никогда не достигну моей любви из-за проклятой жизни, которую лишь дали мне родители, чтобы оставить меня затем одного на нищету и унижение, и, изнывая от горя и бессилия, обидного особенно теперь, когда получил первый отклик этого любимого сердца, я шарахался в нелепейшие опасные мечты, желая, например, чтобы Неля попала под машину и, лишившись ног, не нужные никому избаловни судьбы, стала бы доступной мне. Впрочем, приступы любви не всегда достигали такой силы, иногда они ослабевали либо исчезали, становясь как бы приятным воспоминанием, чтобы через некоторое время вспыхнуть вновь и стать явью, когда я случайно встречал свою любовь в газетном архиве и имел возможность смотреть на нее. Последнее время Неля бывала в газетном архиве все реже, а потом и вовсе исчезла, поэтому я прекратил посещать архив и спокойную неделю, наступившую после визита к Соливовенко, полностью провел в читальном зале, тем более, что там появилась новая читательница, которую я видел лишь мельком, поскольку когда я пришел, она сдавала книги, собираясь уходить. Однако она заслуживала самого серьезного внимания, если, конечно, станет постоянной посетительницей, ибо немало красивых женщин, появившихся лишь один-два раза, исчезали, и таким образом на них мой серьезный интерес распространен быть не мог.